Здравствуйте, Шаватов, ГТВ, хорошая неделя. У нас 188-й урок по книге Мишли, и мы находимся в 21-й главе, 22-е предложение. Вначале по-русски. На город сильных пойдет мудрый и не спровергнет его надежную крепость. Давайте я следующий тоже прочитаю. Кто хранит уста свой и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Вначале я пытаюсь немножечко, ну, стараюсь так же перевести примерно, но он говорит, что Ир-Гибурим, город сильных, Аллаха-Хам, в него войдет мудрец. Вейрет ос мифтаха. И он спустит силу из уверенности, которая там находится. Шомер пив тот, кто хранит свои уста, волошано, и свой язык. Тот шомер мицарот нафшо. Тот будет охраняем от несчастья, которые придут к нему в душу. Вы знаете, что, наверное, еще один пасук я сразу же прочитаю. Он говорит, кто надменный злодей, кощунствующий имя его, действует с буйной гордостью. Зет, егир, зет от слова мезет, тот, который делает его ирод специально, назло. Егир, хвастающийся этим, он лейтс шмо. Его имя лейтс, насмешник. Осе баварад задон. И делает он это, проходя через понятие злить, делать специально. Теперь посмотрим, как начнем с предложения номер 22, 22-го пасука, как это переводит, как объясняет Мальбин. Мальбин говорит, что Иргиборима лахахам, в город сильных войдет мудрец, шомер пив лошано, и человек будет, кто такой мудрец, тот, который охраняет свои уста и свой язык. Объясним это на примере, говорит Мальбин. Хахам, Ихат, один человек может захватить город сильных. То есть, шло мамелах приводит нам пример, каким образом один человек, но мудрый, он может захватить целый город, который населяют силачи. Гиборим, наверное, богатыри, наверное, надо привести. В этом и в царь, и также крепость, в которой они были уверены в своей крепости. То есть, обычно есть люди, которые, если они сильные, то им не нужна крепость, они понимают, что они справятся и без крепости. Но если есть слабые, то они строят хорошо укрепленные места. Но если это и сильные, и укрепленные места, то их уверенность в том, что они не поддаются завоеванию, она должна быть очень серьезная. Поэтому они уверены и в себе, и в крепости. Об этих людях идет речь. Хохма, мудрость, она помогает человеку против шлитим, тех, кто управляет этим городом. И сказано, что несмотря на то, что город был очень укреплен и полон людей, но, тем не менее, единственный человек, который его захватил, один, без войска, это был хохам и хит. Хохам в количестве одного человека. И несмотря на то, что в городе были сильные люди, богатыри, несмотря на то, что город был на горе, и гору, понятно, что тяжелее захватить, чем равнину, как сказано, откуда я знаю, что город был на коне, говорит Мальбим, сказано, Аллахахам, взошел мудрец, то есть он поднялся. И несмотря на то, что там был Мигдаль-Ос, какая-то сильно охраняемая, наверное, надо по-русски перевести крепость. Это может быть, я не знаю такого слова по-русски. Что такое цитадель? Мигдаль-Ос. Внутри крепости. Внутри крепости какое-то возвышение, которое является башней. Самая укрепленная. Самая укрепленная часть крепости. Башня какая-то укрепленная. И люди были твердо уверены, что это уже никак невозможно захватить. И об этом сказано Ярат-Ос Мибадха, что вот эта сила, эта укрепленность, она была сброшена с места своей уверенности. Я, на самом деле, много раз слышал слово цитадель, но я никогда не задумывался о значении этого слова. Это был Машаль, это был пример. Нимшаль, чему нас хотят научить с помощью этого примера? Нимшаль говорит про войну, которая происходит в душе человека. Что эту войну подробно описывает книга Шламу Амеллаха, которая называется Кагелет. Как он описывает это? Мальбин приводит цитату из Кагелета. Это одна из таких мест, Кагелета, которые все более или менее знают. Ирктанава анашимба миат. Есть маленький город, и там немного людей. Там пришел туда царь и захватил этот город, и никто не знал, как от него спастись, пока не пришел Ишмискен, как такой несчастный человек, и спас город, и никто не вспомнил этого человека. Говорит Мальбин, что там рассказывается про войну, которую ведет Ецаргара, и она ведет его с помощью тайвы, как мне подсказывает вожделение, хотя мне кажется, ну пусть будет вожделение, стремление человека к получению материальных удовольствий от еды, питья и всего остального. И это война, которая ведет Ецаргара против души, для того, чтобы захватить нефиш человека. Я сказал души, потому что я не знаю, как лучше перевести по-русски это слово, но душа есть, и нефиш, и руах, и нашама, есть много уровней души, которые есть у человека, это самый низкий уровень души, за который постоянно идет война. И здесь митцаер, здесь рисуется нефиш, душа человека, которая находится, вот эта часть души, которая называется нефиш, которая находится внутри города. И это город маленький, и там немного людей, потому что духовные силы человека, они слабые. Человек слаб, как известно. И не имеется в виду то, что он может поднять гирю, 18 килограмм. Речь идет о том, что в его душе есть определенная слабость по отношению к Ецаргаре, и человеку трудно бороться со своим Ецаром, как многие люди, которые пытались это сделать, подтвердят, что это действительно трудно. И человек, который лохэм, завоеватель, тот, кто хочет воевать, который приходит в Мибахуд со стороны, чтобы захватить этот город, это Мелых Гадоль. Это огромные силы царь, имеется в виду Ецаргара, это царь очень физически и духовно развитый, это Малах, это ангел, и это качество, которое есть внутри человека. Ецаргара существует одновременно в двух мирах. Она существует в мире Асии и в мире Ециры. В мире Асии эта Ецаргара связана с нашими отрицательными качествами, и с ней, в принципе, человеку, ну, относительно легко справиться. Ецаргара, которая находится в мире Ециры, это Ецаргара, которая является Малах, и справиться с таким видом Ецаргары, она далеко не всегда на нас нападает, так вот напрямую. Но в тот момент, когда нападает, надо понять, что справиться с ней практически невозможно только с помощью Сиюта Дешмая, с помощью Гадала, Гашем. Когда человек принимает на себя власть Творца, аннулирует себя по отношению ко Всевышнему, и тогда та Сиюта Дешмая, эта помощь Гашема, которую он вливает в нас, может помочь нам устоять против этой Ецаргары. Ецаргара мира Асии, понятно, что это хорошо, когда Гашем помогает в борьбе с ней тоже, очевидно, но, тем не менее, эта часть, медот, часть качества человека, с которыми человек в состоянии, на основании Торы, но в состоянии бороться, и Сиюта Дешмая здесь нужна. Да, но совершенно не то, что происходит, когда мы боремся с Малахом Ециры, это совершенно разные вещи. И вот он говорит, что приходит царь, сильный царь снаружи, и он строит всякие мецудотг-далот, какие-то, я не знаю, всех этих слов на русском, на еврейском, я их знаю, немножко больше, какие-то, что-то типа ловушек, каких-то осадных сооружений, которые он строит. Потому что кахода басар-рабим, потому что силы, которые есть у плоти человеческой, они очень большие, и вся тева человека, его чувства помогает Ецаргаре бороться против Ецаргартов, бороться, чтобы захватить город, который называется человеческая душа. Потому как понятно, что желание человека, первое я и первое медот, и все, что есть у человека, изначально, они все настроены на тело, а не на духовный уровень. Но человек, мискен хахам, приходит человек, мискен, бедный, но мудрый, такой вот несчастный мудрец, умалат Эдгаир, и он спасает город с помощью своей хохмы, с помощью своей мудрости. И это вид мудрости, который спасает душу человека, для того, чтобы его не захватил этот царь, который старый, но ксиль, глупый. И здесь это кусочек из Кагэлита, который Мальбин в двух словах описал. Здесь дается пример, что царь, вот этот вот царь, ксиль, глупый царь, и его силачи, и его богатыри, они находятся не снаружи, а внутри. То есть, в Кагэлита обсуждаются осады города, которые ведется снаружи, и душа человека, который находится внутри, спасает этот город. Здесь же речь идет о том, что город уже завоеван, и глупый царь находится внутри, а мудрец приходит и пытается захватить этот город в одиночку, для того, чтобы каким-то образом спасти человеческую душу, самого себя от Ецар-Гары. Потому что война эта, она постоянная война. Нет такого, что один раз Кахам пришел, спас город, все про него забыли, но город спасен, ничего подобного. Город переходит из рук в руки, постоянно, и может быть, с частотой 60 Гц в минуту. И каждый, у него есть город и есть крепость, это есть у каждого человека. Но истина состоит в том, что этот маленький город, в какой-то момент этот город вдруг становится принадлежащий силачам, в какой-то момент наоборот. Что силы человеческой души и человеческого разума, они оставляют желать лучшего, они маленькие. И они находятся в этом мире в качестве герем, в качестве пришельцев в этом мире. И озрейгам, муатим, и те, кто их помогают, их очень мало. То есть, духовных сил, которые находятся в этом мире, их очень мало. Я задам сейчас на секунду один вопрос. Здесь случайно нет книжки Дериха Шем Рамхаля. Предел, если нет, то окей, не надо, тогда я в Альпе расскажу. Что не так с материальными силами, которые Митгабрим, которые все время пересиливают, растут, увеличиваются. И они находятся в этом мире и сидят в крепости, крепко и укрепленно и постоянно, и с ними невозможно справиться. И тем не менее, человек, который Митнахек, Фихок, человек, который ведет себя в соответствии с Хукейхахма, с законами мудрости, он может захватить город и заставить людей, то есть, плоти, кровь человека, его тело и силы человеческого желания, он может перевернуть их и заставить их так, чтобы они служили ему. И мечом, этим оружием, которое он может сделать, является хохма, является мудрость. Убамагена, твуна, ваадат и рада шем. И щитом является страх перед Всевышним. И силами, которые появляются против Таевы, Таева не может устоять перед этим щитом, который является страхом перед Гошемом. Но есть определенные условия, что в этом случае нужно остерегаться, чтобы захватчики вновь не захватили город. То есть, может прийти этот один мудрец, хохам, захватить город и выгнать захватчиков. Но тогда начинается новая война, второй этап войны, когда выгнанный царь Ецаргара пытается захватить город обратно. И что нужно для того, чтобы этому ему не получилось захватить город? Надо охранять свои уста и свой язык, которые являются крепостью для мудрости. То есть, мудрость находится, когда человек охраняет свои уста и свой язык, поскольку мудрость находится в той душе, которая обладает силой дебура, силой речи. Потому что именно через язык и рот входят враги для того, чтобы захватить человеческую душу. И если он может сохранить свой дебур кипшу то, по-простому, не разговаривать, а то, что уста здесь намекают на дебур, а мудрость и лошон говорят про твуну, про бину. То есть, здесь есть дебур и лошон, здесь хохма и бина, которые человек должен их охранять для того, чтобы не уйти с дороги мудрости хохмы и бины. И тогда этот человек охраняет свою душу от царот, то есть от захватчиков, которые могут прийти и попытаться снова завоевать город. И так будет постоянно. И это строит ту стену, которая есть вокруг города, как говорит нам Шлома Амеллах в пересказе Мальбима. В Дерри Гошем, который написал Рафхайм Луцата, есть такое место, если я сейчас его быстренько найду, одну секундочку. Нет, я не уверен, что я думал про другое место. Момент. Момент. В первой части книги Дерри Гошем, в четвертой главе, есть целая глава, которая рассказывает о разных уровнях находождения человека внутри этого мира. И он начинает и говорит, место человека в этом мире, оно определяется двумя вещами, действительно. Первое, это суть самого человека и того, из чего он состоит, этот человек, и место, в котором он находится. С точки зрения самого человека, мы уже упоминали, говорит Рамхаль, что человек состоит из двух противоположностей. Это душа и тело человека. Ну вот мы видим, что материальность, она является в человеке первичной. Если перевести это на тот язык, который мои ровесники помнят еще из школы, а может быть из института, то это то, что говорил Карло Мырло, что бытие определяет сознание. И Рамхаль подтверждает эту идею и говорит, что мы видим своими глазами, что первичной является материальность в человеке. И производные этой материальности, они в нем очень сильны. И они проявляются сразу после того, как человек родится. И почти весь человек является куском материи. И разум в нем работает очень мало, сразу после родов имеется в виду. Честно говоря, о возрастном состоянии тоже немного. Но этого Рамхаль пока не пишет. И в соответствии с тем, как он растет, его разум начинается развиваться и становиться все более и более сильным. И у каждого человека это происходит в соответствии с тем, какой он человек. У одних разум больше развивается, у других меньше. И тем не менее, материальность не уходит от человека и заставляет его грешить. И это то, что заставляет его совершать прегрешение. Но если человек будет расти в мудрости и учиться в ней, и будет усиливать пути своей мудрости, то он будет стараться и сможет захватить свою природу, завоевать свою природу. И не останется у него следа от его таавот, от его желаний у него в руке. И он будет постоянно стараться и напрягаться для того, чтобы идти дорогами разума. Но эти вещи, которые мы видим, что он реально постоянно остается материальный. И материальные силы его очень сильны. И это связано с тем, что сама природа, она вызывает некую темноту и затемняет его разум, его духовность. И его материальность остается привилегирующим в нем постоянно. И очень-очень трудно найти такого человека, чтобы он мог отдалиться от своей материальности и прилепиться полностью к душе, к святости. Сама душа человека, несмотря на то, что она сама по себе абсолютно прозрачная, чистая и верхняя, тем не менее, в тот момент, когда она заходит в тело человека, которое является материей, и она истабхабо, я не знаю, как слово листабех по-русски, запутывается в нем отлично. И получается, что она разведена и выкинута от своей природы и находится в противоположности того, где ей надо находиться. И она завоевана телом человека и не может оттуда выйти, а только если будет очень сильно стремиться всеми своими силами и работать над этим. И вот установил Всевышний Богослов, что вот это соединение между телом человека и душой, оно никогда не расстается. То есть расставание тела и души называется смертью. И оно только на какое-то время, короткое или длинное, я не знаю, но до оживления мертвых. Однако после этого душа снова должна вернуться в тело. И они обе должны существовать вместе, Ленесен, Сахим, на постоянно, навсегда. И вот, Мухрах, мы вынуждены сказать, что душа должна стремиться в эти тхазек и усиливать себя, и должна идти и ослаблять материальность, то есть ее задача привести материальность к ослаблению, до такого состояния, что останется тело без темноты. Тело, оно должно быть просветлено, я не знаю другого слова. И тогда тело может вместе с душой подняться и достигнуть света Всевышнего Борогу. И это происходит из-за того, что душа изначально была опущена, низвергнута, и она оказалась в темноте и оказалась вместе с телом изначально. Однако человек в этом мире, он находится в состоянии очень сильной материальности, как мы уже упоминали. И в тот момент, когда материальность становится, превращает все вокруг в темноту, получается, что человек находится в тьме и очень отдален от того, что ему нужно достигнуть в дальнейшем, то есть прилепиться ко Всевышнему. Но для этого нужно много иштадлута, много усилий, для того, чтобы усилить душу, и душа усилилась бы и стала бы сильнее, чем материальные силы, для того, чтобы улучшить свое положение и в результате поднять тело до того уровня, до которого нужно поднять. Весь, вся эта глава Рамхаля говорит на эту тему, поэтому я не буду читать ее целиком. То, что я хотел, я более или менее сказал. Но теперь возвращаемся к нашему пасуку и посмотрим, как это связано с тем, о чем мы говорим. Есть город, в котором силачи, и город принадлежит Ецарь-горе, то есть телу. И он очень укреплен, построены всякие стены, и вот душа должна подняться и войти в нее, и выгнать оттуда уверенных в себе, которые находятся в этом городе. То есть нам объясняет Шлом Амеллах, так как его объясняет пока Мальбин, Шлом Амеллах нам объясняет, что человек должен вести себя в отношении к борьбе, которая происходит внутри него между духовным и материальным началом, зная, что материальное начало сильнее, и тем не менее он может его заставить подчиниться духовному началу. И это состояние, которое человек может сделать только благодаря хохме, хохма, это хахам и хат, который входит в город, это мудрость Торы. Благодаря мудрости Торы он может это сделать и выгнать в галут свое материальное начало, и подчинить материальность духовному. Но он должен знать, что это временное явление, материальность не останется, она снова выгонит духовность и подчинит его себе. Духовность снова должна выгнать материальность. И все дни этого мира – это постоянная борьба, которая может происходить больше, меньше, лучше, с переменным успехом и так далее. Мир после прихода Машеха, после Тхиаза Мэйсим, после оживления из мертвых, в этом мире материальность будет целиком посвящена духовности, и в этом мире люди, которые достигнут этого состояния, там Ецергора полностью отсутствует, и желание тела будет выполнять рацион Гошем, желание Всевышнего и желание Души. Но произойдет это у разных людей на разным уровням, в соответствии с тем, как они выполняли то, о чем сейчас нам говорит Шлома Амеллах, когда насколько мы старались подчинить материальное духовному в этом мире, зная, что технически на 100% это невозможно, но понимая, что дельта может быть очень разная, между разными людьми, между разными душами, между разными силами и так далее, и каждый из нас должен сделать максимум того, что требуется именно от него в этом разрезе. Окей, 23-й пасук, я уже его вроде как прочитал, но он говорит, кто хранит уста и язык, тот хранит от беда свою душу, и Мальбим объясняет, что после того, как человек смог справиться и смог подчинить бытие сознанию, после этого средство охраны этого города – это Шмирада Лашон. Это когда человек охраняет свой язык, свои уста, и не произносит ничего, чего не надо произносить. Теперь Гаон Мивильна. Мы прочитали два пасука, 22-й и 23-й. Возвращаемся к 22-му пасуку только с другим комментарием. Говорит Гаон, момент, надо еще найти, где он это говорит. Иргиборим Аллахахам, в город Силачей поднялся мудрец, в Айратос Мифтахо, и спустил крепость силы с того места, где они были уверены. Перуш, объяснение. Иргиборим Аллахахам Бетоха, в город Силачей богатырей зашел мудрец вовнутрь, в Айрат Мишамос Шефтахта, и спустил оттуда те силы, на которые они рассчитывали. Имеется в виду, что Гамуфхар Шебетахо, самые лучшие и самые уверенные силы, на которые рассчитывали в этом городе, ему удалось с ними справиться. Сказали наши мудрецы. Это на этот же пасук, сейчас Гаон читает, есть такой мидраж, который так и называется, мидраж Мишлей. Мидраж написан Амараем на книгу Мишлей. Объясняет он, Иргиборим Зе Гошамаем, город мудрецов, это небеса. Что там находятся ангелы, которые называются Гибирейхо Кох Осей Дворо. Те ангелы, которые сильными, я не знаю, богатыри силы, я не знаю, как перевести, которые делают, выполняют слова Всевышнего. Богатыри и могучие, которые делают, выполняют высказывания Творца. Туда взошел Хахам, туда взошел мудрец. Кто такой мудрец, который поднялся к ангелам? Маши Рабейну. И спустил оттуда силу, которая является самым уверенным, самым важным, что находилось на небесах. Что это? Это Тора. Что это самое лучшее из всего, что было когда-то. Что все рвались и пытались достигнуть ее, пытались ее получить. И она называется Оз, силой всего мира. Как сказано, Гошем Оз Ла Амо Итен. Гошем силы дает своему народу. Сила, которую Гошем дает своему народу, это Тора. И она также называется Бетах, от слова Бетахон, уверенность. Как сказано, Шомэ Али Ишкон Бетах. Тот, кто будет меня слушать, будет пребывать в уверенности, в Бетахоне. Как бы в Бетах, кроме уверенности, есть какое-то слово. Полагаться на меня и будет... Будет жить безопасно. Будет жить безопасно. Окей. Будет уверенным во Всевышнем. Таким образом, первый комментарий Гаона идет совершенно по другому пути, чем Мальбин. Он говорит не о борьбе внутри микро-мира человека между душой и телой. Он говорит о макро-мире, о том, как Машер Абейну приходит получать Тору. И о том, что самые высокие уровни, которые... Самая укрепленная крепость, там, куда, в принципе, человек вроде как не может попасть в миры, которые сильно выше наших миров, туда взошел Машер Абейну для того, чтобы взять оттуда Тору и спустить ее в этот мир. И человек, который принимает эту Тору, весь имя Исраэль, который примет эту Тору, он будет еще в Бетах. Он теперь может быть уверен и спокойно жить внутри этой Торы. Это первый пируш, который говорит. Второе объяснение Гаона это говорит. Он говорит, кто такой Иргибурим, кто такой город сильных, могучих, это небеса. Туда зашел Хахам. Что значит, туда зашел мудрец? Первый пируш говорит, что в этот город попал Машер Абейну. Второй пируш говорит, что любой мудрец и цадик, он каждый раз заходит в этот город, поднимается ко Всевышнему, каждую ночь и учится там. Это намек на то, о чем более подробно говорит книга Зохар, которая говорит, что любой человек, который занимался Торой, столько, сколько надо было в этот день заниматься Торой, Коль Царко, я не знаю сколько, я не знаю минимальный размер занятия Торой, Торой надо заниматься постоянно, но его душу поднимают наверх во время сна. И во время сна он учится там из амекей Тора, из очень большой глубины познаний Торы. Из глубин Торы. Есть такая Мишна в трактазе Пиркеа Вот, которая говорит, что, может быть это не из Пиркеа Вот, я сейчас задумался, есть такая Гемора Точина, которая говорит, что есть некая противоречия. И вторая часть, которая говорит, что ночь дана для изучения Торы, это достаточно, пшадо пашут понятный, простое объяснение. Это понятно, что человек должен учить Торы не только днём, но и ночью. В Иегатам, Бхэм, Ямам, Валайла человек должен заниматься их днём и ночью. Но здесь вопрос-то очень понятный, что ночью человек должен спать. Речь идёт не о том, что всегда есть электричество, даже не всегда оно светит мне в морду лица, как сейчас. Иногда человек находится в темноте, когда есть при свечке, даже если свечка более или менее нормально светит, это не керосиновая лампа, это всё-таки совсем тяжело при ней учиться. И что означает, что ночь дана для изучения Торы? Ответ на этот вопрос вот только что нам дали в книге Зогар. Человек, который учил Тору днём, спорил по поводу того, что там написано, обсуждал, вкалывал и так далее. Ночью он тоже должен хотя бы какое-то время, каждую ночь заниматься Торой после того, как Цейт Каховин, выход звёзд и так далее. Но этому человеку открываются некие тайны Торы с помощью совершенно другого вида изучения Торы, который я не знаю, как назвать, кроме как Сиута Дешмая, помощь Всевышнего. В Зогаре они описываются достаточно подробно, Аризаль тоже многие вещи сообщает нам о том, как это происходит. Человеческая душа во время сна, часть её, определённая часть, неважно сейчас какая, какого уровня, что, это не наша тема, поднимается к очень высоким славям Всевышнего. Она поднимается туда не в одиночку, она забирает с собой те митцвод и ту Тору, которую человек выучил за этот день, и митцвод, который он сделал за этот день. Она возвращает их Творцу ночью. Творец их кладёт в специальный склад, который принадлежит каждой из этих душ, которая к нему поднимается. Они там хранятся до времени получения награды за эти митцвод. А Акодыш Барагус спускает эту душу, которая получила некий заряд святости к душе, находясь в столь высоких мирах. И она спускается с новыми силами для новых митцвод и новой Торы, которые она получила за счёт тех митцвод и Торы, которые были выучены и сделаны за этот день. И она получает определённую добавку, тасефит, которая есть, которая спускается вместе с ним и возвращается в тело. В частности, говорит Зохар, что та Тору, которую учил человек сегодня днём, ему открываются глубины этой Торы, которые человек в этом мире постичь сам не может. Тут нужно раскрытие Всевышнего, которое ему даётся. Понятно, что он их не запоминает и не может точно сказать, что ему было рассказано и так далее. Но, тем не менее, это даёт ему какое-то сиёта дешмая для изучения Торы в дальнейшем. И мы видим, что люди иногда постигают какие-то вещи, которые очень высокие. Естественно, что это связано напрямую, не прямо пропорционально, а значительно сильнее с тем, как и сколько и так далее он учит Тора днём. Но ночью ему даёт вот эта вот добавка, и это то, что говорит сейчас нам Гаон, который говорит, что есть садиким гдойлем, есть очень большие праведники и хохамим, которые ночью поднимаются ко Всевышнему и учатся там. Теперь он добавляет и говорит, а есть такие праведники, которые очень редкие, очень большие праведники, которые поднимали туда даже не во сне и даже днём. Поднимались в эти ишивотшельмала, в верхние ишивы. И это праведники, как, например, пророки, которые заху удостоились изучения Тора на совершенно другом уровне, пророческим раскрыванием каких-то вещей Торы. И он говорит, что к этим людям относились не только пророки, это было и после этого. Как, например, история, которая была с Раби Нехони бен Акана, Раби Ешо бен Хананья. Эти две истории, которые рассказываются, одна из них рассказывается в Гемори Брахот, Давну Налев. Другая, я не знаю точно, что это за история, потому что здесь написано не Раби Ешо бен Хананья, как я прочитал, а написано «Рейш Юд Бейт Хэт», и в Мифоршем Агро поспорили о том, говорится ли это про Раби Ешо бен Хананья, а может быть, это говорится про Раби Ешо бен Халавта, который указан в Зохаре. Но есть две истории, которые рассказаны о том, как нашим цадиким уже времён Танаем раскрывались какие-то вещи от Всевышнего и так далее. И каждый из них, он спускал ос, мифтаха, он спускал вот эти вот силы, которые называются самые муфхарим, самые такие лучшие, которые были, и подробнее это описано в двух местах. Танаха, где нам были даны какие-то откровения через пророков, которые дошли до нас, и сегодня мы используем в молитве. Я думаю, что все слышали про то, что такое Маасе Мир Кава, деяние колесницы дословно переводится. И обычно этим называется какой-то раздел Зохара, но на самом деле это кусочек из Танаха, где рассказывается пророчество Ехескаля, где Ехескалю показали то, как раскрыли ему, и показали, как Всевышний управляет миром, ведёт этот мир. Вести Лирков, это ехать Вирков, Мир Кава, это колесница, то, что ведёт Всевышний, как он управляет всеми мирами. Ему были показаны миры ангелов, мир Брии и так далее. И то же самое было показано Ишаягу, но пророчество Ишаягу почему-то менее известно на эту тему, хотя, может быть, сегодня оно более известно, потому что недалее, как вчера мы читали его в Гафтаре, Гафтара на Паршат и Тро, там было приведено и не Мир Кава Ихескаля, а Мир Кава Ишаягу. В Мир Каве Ишаягу нам было раскрыто, я сейчас не буду сильно вдаваться в объяснение, понятие к душе, когда Ишаягу Ганави было открыто, что означает Кадош, 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 Ашем Цавок Млухоля Арыц Квадо. На русском это звучит немножечко неприлично, но я переводить не буду. Кадош, три раза повторённое слово, Кадош Всевышний, и наполняется вся земля его славой. А Ихескалю было открыто дополнительное счастье ему, этой к душе, которой мы говорим тоже, в к душе, и в к душе после Шманаэсра, и к душе, которая перед Шма, и к душе, которая внутри Эволюцион. Три раза мы говорим эту к душе, и мы там говорим Борох, Воды, Ашем, Им, Камо. Это кусочек из пророчества Ихескаля, который нам открыт был через пророков. И это пророки удостоились без сна, когда им была открыта какая-то часть того, как именно Всевышний контактирует с миром, и что означает три уровня к душе, которые раскрываются в нашем мире, и что означает, что браха, то есть влияние Творца, спускается из определённого места, которое Ахакодыш Борову создал для этого. И вот здесь сказано о том, что Хахам, человек, который Хахам и Цадик, говорит Шлома Амеллах, он может удостоиться получить какое-то количество Торы, либо через Маширабейну, как говорит первый комментатор, либо любой мудрец может это получить, то есть любой, я не знаю, те, которые достигли этого уровня, приведено всего несколько примеров, они могут получить какие-то раскрытия Торы внутри этого мира, какой-то Сиета Дешмая, через который раскроются совершенно потрясающие вещи, которые называются Мифтахо, из самых уверенных, самых скрытых частей, которые Всевышний скрывал Тору, она может быть раскрыта и спущена в Амисраэль. Это так Гаон объясняет этот кусочек. Таким образом, мы видим опять, что есть некий, не знаю, даже нельзя сказать Махлокис, некое дополнение между Мальбимом и Гаоном. Два пшата Гаона, это Хахам, который поднимается в этот укрепленный город, это либо Маше, либо любой мудрец, которому дается возможность постигнуть какие-то вещи, связанные с Торой. Это два пшата Гаона. Пшат, который говорит Мальбим, что речь идет о войне между Яцарготов и Яцаргора, между материальным и духовным началом, которые находятся внутри человека. И Хахам, это душа, которая с помощью мудрости Торы может разобраться со своими телесными нуждами, и как ей надо их охранять, чтобы после того, как он справился с ним, охранять с помощью того, что надо сохранять свой язык, от того, чтобы не сказать чего лишнего. Теперь 23-й посуд, как его объясняет Гаон, «Шамер пиф, влашано шамер мицерат навшо». Человек, который охраняет свои уста и свой язык, он охраняет цурат навшо. Цурат навшо, мицерот навшо, он охраняет свою душу от несчастья, слиха я неправильно прочитал, мицерот навшо, охраняет свою душу от несчастья, от соросов. Говорит Гаон, есть два рошей-аверот, есть два корня, наверное, лучше сказать, два направления-аверот, которые есть у человека, две головы у тех-аверот, которые есть у человека. Это тайва, вожделение, как мне подсказали, и желание получения удовольствия, и дебур, и речь. В соответствии с ним, есть два вида деним, судов, два вида наказаний, которые есть у человека после смерти. Это гейном и кавгакэла. Гейном человек получает за аверот, который он сделал, из-за своей тайвы, из-за своих желаний к получению удовольствия материального мира. Кавгакэла, что такое кавгакэла, когда человеку не удается попасть даже в гейном душе, ее кидают из стороны в сторону, и она находится внутри мира, летает туда-сюда, и ей не дает возможности где-то приземлиться. Она приходит за речь, за человеческую речь. Как я уже объяснял, в другом месте, говорит Гаон. И он говорит, мы сейчас это другое место должны будем посмотреть, пив, уста, о которых мы говорим, это тайва. Тайва, это желание человека к получению удовольствия, оно связано с устами, с сортом человека. Лашон, язык, это понятно, что связано с дебуром. И эти два суда, два наказания, которые есть, они как бы очень в узком месте находятся. Про Кавгакэла написано, Ерхатибор, что это находится в глубокой яме, в глубоком колодце. И об этом сказано, человек, который Шомер, пив, который хранит свой рот от запрещенных таавот, запрещенных желаний, которые он пытается получить, и хранит свой язык для того, чтобы не говорить, он охраняет душу от различных цоросов. Что это за различные цоросы, различные несчастья? Это Кавгакэла и Гейном. Теперь попробуем сейчас. Он очень много мест на эту тему, Гаван говорил, и надо сориентироваться, какие места, о чем точно. Это не так просто. Значит, в 19 главе было такое вот место. Коль ахираш санегу, авкибараегу шерахку мимену мирадев амрим лохама. Всякие, кто... Да. Всякие, кто делает шум... Момент. Просто, может быть, по-русски он подберет какие-то слова. бедного, он проявил. Всякие братья бедняка ненавидят его, несмотря на то, что он их близкий, тем более дальние от нее. они говорят ему... Они говорят ему... Они говорят ему... Он гонится за неисполненными обещаниями. Логема нету, это невозможно, они говорят. Объясняет Гаон, что братья не любят бедного, тем более дальние не любят бедняка. Секундочку. И получается, что он бегает за людьми, а они говорят, что не надо сюда идти, не нужно. И получается, что никакой пользы от окружающих у него нету. О чем идет речь? Что не любят и что бесполезно в этом мире? Объясняет Гаон, что речь идет о дворем Бетейлем. Тот бедняк, которого все не любят, это дворем Бетейлем, пустые слова, которые говорит человек. Есть авиерод, который человек делает в этом мире, и за эти авиерод его не любят. Ему доставляют Исурим, и эти Исурим предследуют его, в том числе, в Аламаба. То есть, немногие митсвот, которые есть у него, это его близкие. У человека есть что-то, кто ему близко, это те митсвот, которые он сделал. И эти митсвот пытаются отдалиться от человека, который делает авиерод, потому что митсвот не могут восполнить и убрать те авиерод, которые сделал человек. И поэтому авиерод, который он сделал, они не идут параллельно с митсвот, они как бы не аннулируют друг друга. Окей. И я даже не знаю... А, вот то, что мне нужно, вот. Человек, который преследует, они ему говорят, то есть, человек преследует свои митсвот, они говорят, что уйди со своими дворем бетелем, уйди со своими пустыми словами. Что имеется в виду? Что человек, у которого есть энное количество митсвот, но у него есть авиерод, связанный с дворем бетелем, с пустыми словами. Этот человек приходит на сут ко Всевышнему и говорит. Вперке авод это называется, я сейчас не помню, какая мишна вперке авод, но есть такая мишна, может быть, кто-то помнит, что я, Гошем, не принимающий взяток. Соне бетса. Я Всевышний, ненавидящий взятки и ненавидящий взятки, подарки. Что имеется в виду? Понятно, что, когда ты идешь к судье, который судит в Нижнем мире, то понятно, что можно подмазать и даже не подмажешь, не поедешь и так далее. Но когда речь идет о том, что есть суд перед Всевышним, Всевышний решает, Ганеден или Гейном. О чем идет речь? Какие взятки можно дать Всевышнему? Деньгами чем? О чем вообще идет речь? Что говорят Танаим, которые говорят, что Всевышний не любит брать взятки? Потрясающая фраза. Объясняет Маораль, что речь идет о том, что взятки, которые люди предлагают Творцу, это люди приходят ко Всевышнему и говорят, да, я делал какие-то вирот. Но посмотри, Гошем, у меня есть такие-то и такие-то митсвот. Все не так грустно. Я сделал такую-то, такую-то митсву. Не надо мне наказывать за те митсвот, за те вирот, которые я сделал. Вот ведь есть митсвот, их больше. Говорит Маораль, что на это говорят Танаим, в Перкеавод, что Всевышний ненавидит взятку. Митсвот не могут подмазать Всевышнего. За вирот ты получишь то, что тебе положено, а за митсвот ты получишь награду, которая тебе положена. Это никуда от тебя не убудет. Но они не смогут убрать те вирот, который ты сделал. За каждый из них ты получишь наказание. Теперь речь идет о том, что человек гонится за своими близкими, то есть за своими заслугами, за митсвот, который он делал, и говорит, у меня есть такое-то количество митсвот. Митсвот, помогите мне, избавьте меня от наказания. Разбирается одна авейра, авейра, которая называется дворем бетелем. Не лошенгора, не запрещенные какие-то разговоры. Дворем бетелем пустой треп, который делает человек. За этот треп человек наказывается кавгакэла. То есть митсвот не могут аннулировать это наказание, и он находится в состоянии ты пустой, ты пустышка, и тебе не дадут ни гиену, ни ганетам, ты будешь некоторое место, в некоторое время находиться в состоянии, которое Гаон определяет мигаршим, а то мимаком, ламаком. Его кидает, разводит дословно, выкидывает из одного места в другого, и это и за дворем бетелем, который преследует его постоянно, и митсвот, его близкие, на которых он рассчитывал, даже здесь от него отворачивается. Что имеется в виду? Человек, не сделавший Лошенгору, не авар, на алийцанут, насмешки и так далее, но поскольку он стал говорить дворем бетелем, то есть, он вытащил себя из того, о чем говорит первый псалом Давида, который у меня наверняка есть один момент, секундочку, у меня здесь есть хотя бы по-русски псалмы, очень известный псалом, Ашри Аиш, благосостоянный человек, который не ходил по путям советом Рашоем, той дорогой, которой ходили нечестивцы, он на нем не стоял, умомашав лицим лоешав, и в компании насмешников он не сидел. Говорит нам Гаон, что тем не менее, этот человек не сидел в компании насмешников, но он вышел из тех, кто Мишвейда, тех, кто сидит в месте, где развит Дад Гошем, Байт Мидраш, я не знаю, место знаний о Всевышнем. Меда Кенегет Меда, Мера за Мера, он вывел себя из состояния изучения Тора, из состояния страха перед Творцом. Мера за Меру его тоже выводят из состояния Митсвот, и он находится в Кава-Кела, и его кидают из стороны в стороны, его душе нету возможности где-то осесть до того момента, когда это наказание не кончается, и он не искупил своей дворем Бетейлем пустой треп, и не оказался в состоянии Мьюша, в состоянии, когда ему можно где-то осесть. Точка. Это первый пируш Гаона о том, что такое Кава-Кела, за что оно следует. Второй пируш, Гаон сомневается в этом, и говорит, что, может быть, речь идет о тех людях, которые попадают в Кава-Кела, может быть, это те люди, которые постоянно занимаются дворем Бетейлем, это специальность у них такая заниматься, то есть, они на это тратят большую часть своей жизни. Может быть, только они попадают в Кава-Кела, а люди, которые по АМБ иногда скажут чего-то такое, то не попадают. Но в любом случае, даже если это идти по первому комментарию Гаона, то понятно, что в зависимости от количества дворем Бетейлем будет разная Кава-Кела, одному на неделю, другому на 5 секунд, такое тоже может произойти. Но это наказание. Или не может быть, что человек, который постоянно говорит дворем Бетейлем, несмотря на то, что за них самих по себе не положено наказание, энка за давар, такое не может случиться, чтобы он когда-то не сказал какие-то Исури, не сказал какие-то вещи, которые запрещены. Поэтому ему положен Кава-Кела. Есть три цада, три возможности объяснить, о чем говорит Гаон. И это то, что объясняли, мы это учили когда-то, сравнительно недавно. Две главы назад. Это в 19 главе, так Гаон объясняет эту часть. И здесь он говорит о том, что человек, который охраняет свои уста и охраняет свой язык, для того, чтобы ничего не говорить лишнего, то он охраняет душу от царот. И Гаон в нашем пасуке, я повторяю, объясняет, что есть два наказания. за еду, за тайву, за запрещенную еду, которая делается ртом, наказание, не обязательно еда, но все, что связано с тайвой, которое происходит, наказание, которое за него происходит, это гейном, Кава-Кела приходит, за дворем, бетелем, и за пустой треп, который идет языком. И в другом месте Гаон говорит, что даже без Лошенгора, даже если там не было Лошенгора. Насколько я помню, я сейчас не стоп, ну, на 99%, Иссор дворем бетелем запрет на пустой треп относится только к мужчинам, а не к женщинам. Поскольку учится он из пасука, вы дебар там бам, и будете говорить их слова Тора, и гемора медаекет, дебар там бам, вы ло дворем бетелем, будете говорить их слова Торы, а не говорить дворем бетелем. Поэтому человек, который говорит дворем бетелем, он авер аль митцва асе, он делает преступление против митцвы делой, битуль Тора, в это время он должен был говорить слова Торы или хотя бы молчать, поэтому дворем бетелем для него является Иссором. Поскольку у женщин нету митцва Талмуд Тора, поэтому у них нету Иссора дворем бетелем, и поэтому Иссора, которая есть у женщин, это Лошенгора. За это они тоже могут вполне заработать кава кэла, если очень хочется, но дворем бетелем недостаточно, чтобы получить это наказание для женщин. Для мужчин вот так вот хватает, так что все в порядке. Окей, как Лешмор, пив Ицу, совет я, к сожалению, дать не могу, я не очень знаю, как это сделать. Вообще, есть еще одно место, которое об этом говорит, я не знаю, может быть, имеет смысл на одну секунду, если я сразу его найду. не так много мест, где Гаон этими вещами занимается, это было уже совсем давно, теперь надо... В конце пятой главы, в самом конце пятой главы есть пасук. Момент, я его уже почти нашел. Человек, который умрет без мусара, без того, чтобы принять наставление мусара, и из многих авирот он сделает шогега, он станет шогегом, случайно сделает авирот, которых очень много. Говорит здесь Гаон. Я уже это объяснял в другом месте, а вот здесь он дает новые ссылки, окей. Я объяснял в другом месте, что за митсвы асе, за нарушение митсвот делой, нету наказаний. То есть, нету наказания после смерти за то, что человек нарушал митсвот делой. Что такое грубо нарушил митсвот делой? Это человек, который не прочитал шма. За это наказания, как такового, нету. Но, манишим бейден ритха. Человека наказывают, добавляют ему наказание, во время, когда Всевышний гневается за него. Есть два объяснения, что значит, когда Всевышний гневается на человека, то он добавляет наказание за митсвот асе. Гаон объясняет очень интересным способом. Обычное, стандартное объяснение, что когда раскрывается в мире, происходят какие-то вещи, из-за которых Всевышний гневается на мир, то человека, который неаккуратен в соблюдении митсвот асе, не выполняет митсвот асе, на него наваливается наказание Всевышнего. Обычно нету, но когда Всевышний, его гнев раскрывается в мире, то этому человеку достается. Например, человек, который надевает четырехугольную одежду без суцит. Его просто так не наказывают, но во время, когда Всевышний гневается, он получает по одному месту. Гаон дает совершенно другое объяснение. Мне, честно говоря, очень нравится объяснение Гаона. Он говорит, что если у человека есть какая-то авейра, лот асе, он сделал какое-то преступление, и не делал, и не сделал за него от шууу, то ему положено за это гейном, то в этот момент ему добавляют температуру в гейноме, или добавляют время, я не знаю, что и как это происходит, также за авейрот асе, который он сделал. И тогда он получает второе наказание. То есть, если он не нарушил ни одной заповеди лот асе, хотел бы увидеть такого человека, и нарушил какие-то заповеди, не выполнил какие-то заповеди асе, то за это ему наказание не получит. Но если у него есть хоть одна лот асе, которую он нарушил, то за все асе, которые он нарушил, ему добавят. Поэтому это становится уже не так оптимистично, как звучало раньше. И это сказано авонотав, за все его грехи. То есть, не только митсвот лот асе, но и митсвот асе. И посредством слова хет это митсвот лот асе, слово авон это митсвот асе, ему добавляют и то, и другое. И получается, что аль-идэй хетгу и тмах, что посредством своих грехов он и тмах, я не знаю, как слово и тмах, погрязнет. То есть, он не выйдет из гейнома. И об этом сказано слово хевлей, муки. Сказано, что используется во множественном числе, потому что он, есть вещи, которые он, рогиль, привык, леватель, митсвот асе, привык не выполнять какие-то митсвот асе, и их много, поэтому это сказано во множественном числе. Это был 22-й посуг, и теперь следующий посуг, он нам нужен больше. «Вэгу емут бээн мусар», человек, который умрет без принятия мусара, «Уброфа влато и жгэ», из-за многих оверот, которые он сделает, он будет шогэк, случайно будет делать оверот. Объясняет Гаон, что он умрет без мусара, это относится к тайве, к желанию получения удовольствий, которые заставляют его отказаться от принятия мусара. И он не хочет этого мусара, поэтому он умрет из-за того, что не принимал на себя мусар. И это оныш наказание за тайву, про которое сказано «ки шага кельмуд бэйто», что он, шаха, он будет находиться в смерти внутри дома. И за многие оверот, которые он сделает, бэшогик, это соответствует химда. Химда – это стремление к получению удовольствий. Вот это, наверное, лучше к вожделению сказать. А? Химда, да. стремление. А тайма – это получение. Окей. И об этом сказано, что, объяснение, что макшивата, фраотши, хаша, плохие мысли, которые думал человек, они приведет к нему, его к ошибкам, из-за которых он сделает авиирот, и за это его кинут в гейном и в кабгакэла. Это пример этому. Человек, который бежит вслед своих, стремится вслед своих химдот, и за это его преследуют, так как он химдан, и не дает человеку находиться на месте. Он все время пытается что-нибудь найти, пытается какие-то авиирот сделать, чтобы удовлетворить себя, в погоне находится, поэтому ему не дают сидеть на месте, и поэтому его постигает наказание кабгакэла. Таким образом, Гаон нам написал в трех местах за вещи, за которые положены кабгакэла, то, что сейчас в нашем посуке. Он говорит, что кабгакэла приходит за битуль митсвасе, за то, что человек отказывается от выполнения митсвасе, которое называется дворем-бетелем, за пустые разговоры. Поскольку он вырвал себя с места байт-мидршеса из места торы, поэтому наказание за это он получает то, что его вырывают с одного места и не дают сидеть в каком-то одном положении. И человек, который гонится за удовольствиями этого мира и постоянно находится в погоне, он не может сидеть на месте, это еще одна вещь, которая приводит к кабгакэла. За тайву он получает гейном, за хэмду он получает кабгакэла, за тайву он получает гейном. И в нашем посуке сказано, что ему надо следить за своим языком, потому что за дворем-бетелем он тоже получит кабгакэла, азотаевый гейном. Таким образом, мы закончили посуг 23. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok